друзья приветствую вас в это прекрасное время и благодарю за то что вы присоединяетесь все больше и больше ну что ж мы начинаем сегодня наша вторая встреча и конечно мы еще тема наших зубов до костной системы состояние наших зубов и рода она очень обширная на самом деле очень глубокая тема и я вот действительно так разделила до 1 вопросы вот первый вопрос мы обсуждали да почему возникает привычка грызть ногти откуда она берется ее происхождение какие последствия и как как с этим справляться вот сегодня самый распространенный вопрос мы разберем также среди моих среди вас то что вы пишете задаете вопросы это как раз причина парадонтоза потому что очень многие действительно страдают этим заболеванием и она к сожалению развивается начинает развиваться для нас очень так незаметненько то когда начинает костная ткань да вот наша надкосница которая соответственно держит зубной ряд начинает медленно растворяться то есть костная ткань теряет свои свойства она становится вот так как кости опороз например в позвоночнике да и наши кости так вот здесь костная ткань становится такой жидкой что ли и соответственно нашему зубу до корню зубов корням зубов не за что держаться то есть они теряют вот эту основу да и почему так происходит это заболевание действительно она очень опасная и я тоже через это прошла и столкнулась с этим вот буквально не так давно несколько лет назад что вот эти процессы у меня начались да потому что это подтверждали снимки также была у меня проблема уже дошло до того что она вот так вот незаметно развивалась но дошла до того что уже там маленькое было гнойное такое образование слава богу не глубок не глубоко да поэтому действительно я считаю важным вот сегодня эту этот вопрос разъяснить и что с этим делать конечно же обязательно тоже я постараюсь до предложить вот тот алгоритм действий те варианты которые есть да нетрадиционные альтернативные способы вот хотя до каких-то случаях когда процессы уже достаточно запущены естественно придется обращаться к стоматологом потому что это очень опасное заболевание мы можем потерять много зубов и это заболевание тоже молодеет так вот в чем же все таки причина этого да и на самом деле давайте посмотрим шире дальше глубже раскинем мозгами своими и наш зуб по своему строению до каждый зуб он подобен древу да у которого есть корень и есть ствол и есть сердцевина вот действительно зубы подобны древу нет только кроны да вот казалось бы а так он напоминает действительно древо и наша костная система вот наш организм он тоже по такому же принципу до построен потому что наш например позвоночник это ствол дерево до соответственно руб руки ноги это уже ветви да и соответственно также у нас есть корни это как раз то что связывает нас с родом это наше состояние нашей костной системы это полностью олицетворение того насколько мы связаны или разорвана связь нашим родовым древом и крона ну крона это уже потомки да я бы назвала крона плоды это наши потомки и и собственно говоря считалось что зубы человека действительно связаны для нас с родовым древом его еще называли древом правошей поэтому по зубам вот как раз определялись те лучшие свойства которые мы можем наследовать от своих предков или наоборот худшие да какие-то вот а теневые качества демонические обольщения которые опять же могут переходить по роду то есть от родителей к детям то есть и хотя дети за родителей не отвечают да отвечают родители за детей это тоже верное утверждение да но по за артистрийскому обычаю это бесспорно все-таки кое-что мы к сожалению передаем своим потомкам и вот это кое-что вот это та органная грамота которая проявляется не только у нас но и у наших потомков это я бы назвала кармический ход всего рода то есть или проклятого или благословенного отражается на состоянии наших зубов стало быть зубы это наша родовая карма и причем молочные уже взрослые зубы они конечно резко друг от друга от отличаются да и молочные зубы это как раз первичный план наших действий на жизнь поэтому очень важно также знать вот какой зуб у человека вырастает первым и раньше наши предки это знали и считается очень хорошо вот если ребенок уже рождался с каким-то зубиком ребенок зубом конечно рождается очень редко но это бывает и если у ребенка например первый зубик выходит это резец это значит что перед нами свободная божественная личность родилась свободная личность это человек который не позволит никогда затоптать свою свободу это человек причем который может менять карму свою да человек которому дается возможность менять судьбу человек с правом свободного выбора и прежде всего молочные зубы они даны вот первые зубки они даны собственно говоря нужны больше не ребенку а нужны родителям потому что родители глядя на зубы своего ребенка они уже знали и понимали в какую сторону на него надо влиять и кто его в течение жизни будет защищать они даже знали к чему ребенок будет склонен какие наследственные данные скорее всего могут проявиться у этого ребенка да и считалось те у кого вырастали все 32 зуба да вот это действительно люди с такой хорошей до ровной судьбой хорошей легкой кармы полностью четыре зуба мудрости появляются у тех кто оказался достаточно силен и обрел защиту высших сил а вот почему именно раньше очень большой неохотой зубы мудрые удаляли их вообще не хотели удалять несмотря на то что они иногда были слабыми неразвитыми да и болели потому что вот считалось что зубами мудрости человек как бы лишается и покровительства дарованного своему роду и чтобы они не портились зубы мудрости заговаривали отдельно от остальных зубов а происходило это с таким образом что как только начинал провязаться первый зуб мудрости тот у кого это происходит должен нашептать на воду в которой отражается полная луна он должен был такую молитвочку нашептать мудрость моя защита моя чур боль и хвороба не моя этой водой полоскали рот или ее выпивали водичка ночь постояла на лунной под луной под полной луной и потом водичку выпивали или полоскали рот и вот таким образом зубы мудрости они сохранялись они болели и действительно люди у которых есть все 32 зуба они как бы обладают охранной грамотой предков до своих которая их будет защищать от всяческих неблагоприятных воздействий и обстоятельств жизни а вот те люди тем людям у которых 32 зубов нет которые но не вы все выросли зубки им будет посложнее будет потяжелее потому что вот это такой признак что явно чего-то не хватает не хватает завершенности вот этого гармонического цикла да то есть а такие люди конечно будут уязвимы для внешних сил уязвимы извне да и еще также древние ученые они заметили связь между больными органами человека и его пораженными зубами представляете да существовало несколько схем соответствия зубов внутренним органом да и кстати по такой схеме можно вовремя выявить болезнь да и провести конечно же эффективное исцеление лечение более ранее по такой схеме зная эту схему но сейчас давайте все-таки вернемся к вопросу да а вопросу парадонтоза парадонтит парадонтоз название заболевания когда зуб теряет устойчивость соответственно корни не за что держаться до десна начинает кровоточить костная ткань растворяется до челюстная челюсти именно вот на откосница и происходит потеря зуба и причем это все бывает с воспалениями с гнойными гнойники и так далее да очень очень неприятное такое такое что ну представьте когда уже зубы потеряны сколько надо сделать процедур вот таких дорогостоящих очень да чтобы как-то восстановить хотя бы то чем жевать жевательные функции то ли мосты то ли импланты и так далее и чтобы предотвратить вот это все нужно работать прежде всего с ментальной причиной этого заболевания а ментальная причина она знаете на самом деле все гениально она всегда лежит на поверхности но и как правило этого не замечаем ментальная причина заболевания парадонтозом возникновение этой болезни это конечно же да так как наши зубки связаны с кармой родой это есть отсутствие благословения рода поддержки рода и это тот случай когда энергетическая поповина связи с родом оборвана соответственно нам надо восстановить энергетическую поповину рода заручиться поддержкой рода да и получить благословение наших предков и для этого действительно вот так как у я очень сама до окунулась в эту проблему полностью у меня была начинался парадонтит еще не было парадонтоза слава богу но начинался я не понимала же в чем причина поэтому информация стала приходить как раз вовремя и может быть сейчас именно тот момент когда эта информация и вы смотрите сейчас до эту трансляцию не просто так и это не просто так вам пришло ничего случайного в нашей жизни на самом деле не бывает значит вы в нужном месте в нужное время находитесь и именно для этого был создан целительный сеанс и конечно этот целительный сеанс имеет также происхождение древнее да почему потому что там об этом наши потомки знали они владели этими практиками потом вы знаете почему да такие такого рода практики методики были напрочь забыты потому что их закрыли от общего сознания людей их этой информации не давали никак просочиться это было сделано умышленно для того чтобы внедрить более ста лет назад была внедрена химическая медицина до которую мы называем аллопатической основана на химии до на в основном всей химической промышленности до которая была выгодно определенным кругом такая медицина соответственно это большие огромные деньги и это медицина она затмила вот все те до натуральные натуропатические гармоничные методы исцеления воздействия на организм и все что знали наши предки все было предано забвению и забыто и вот сейчас под руководством многих воинов света да так можно сказать многих людей и просветленных учителей целителей ангелы нам эту информацию снова открывают до определенным людям и целительный сеанс он так и называется исцеление восстановление песни зубов он обязательно поможет вот эту проблему на корню да удалить справиться с проблемой парадонтоза начинающего и парадонтита и я рекомендую этот сеанс конечно же также делать с практиками по восстановлению силы рода по восстановлению поддержки и благословения рода чтобы заручиться поддержкой и конечно от отмолить да вот эти кармические напряженности породу их удалить и поработать с предками до седьмого колена есть тоже также у меня такой мастер-класс ищите на моей странице ищите в целительных сеансах вы сможете его также приобрести ну а сейчас мне вот хочется вам рассказать о том методе который поможет решить проблему парадонтоза и парадонтида целостно конечно же если вы с родом проработаете но в этом сеансе тоже есть проработка кармических напряженностей породы и действительно коренные зубы потому так и называются что в отличие от молочных они имеют глубинные корни а когда им не за что держаться да то есть вот как раз вот здесь вот оборвана энергетическая пуповина не за что держаться да то есть костная ткань растворяется да она становится такой жидкой как бы да не уже не костной и это действительно когда мы лишены поддержки рода и благословения наших предков и это те житейские уроки которые мы непременно в жизни получим вот и эта сессия целительная она как раз помогает восстановить здоровье зубов она убирает воспалительные процессы она очищает тягостные воспоминания кармические напряженности породу и самое главное что делает эта сессия процедура это восстанавливает нашу электромагнитную природу зубов так как у нас накапливается в течение жизни электрический компонент очень много это как раз то что разрушает структуру зуба то нам надо дополнить это магнитным компонентом по законам физики и химии ведь если заряды в зубах лишены именно вот этого равновесия то это будет влиять и кстати на наше сердечко очень часто бывает так что как раз вот какие-то неприятные ощущения с сердцем они связаны с зубами вот и это влияет на другие органы нашего организма и системы а вот если мы научимся регулярно использовать энергетические символы для всех 32 областей зубов мы сможем поддерживать это равновесие потому что они будут очищены они будут уравновешены и тогда уже корни зубов будут отправлять четкие послания нашим мышцам также для того чтобы они могли нормально расслабляться нормально быть расслабленными и в равновесии и не имеет кстати значения есть у вас вырванные или вставные зубы мы работаем зубной полостью зубными полостями и вот благодаря этой целительной процедуре вы восстанавливаете песню зубовую силу своего рода происходит такое подсознательное усвоение с тонов эмоций мы работаем там в медитативном таком состоянии хотя практика осознанной медитации также эта техника она поможет устранить вот ту скрытую агрессию которая там накопилась в зубной полости в наших телах и зубных полостях и когда мы медитативно работаем со знаками со знаками силы уравновешивающими частоты то это устраняет любую подавленную агрессию и этот метод он очень хорош для снятия обостренной чувствительности зубов которая особенно бывает вот при парадонтите парадонтозе и перед визитом к стоматологу тоже хорошо очень делать первую часть практики состоит там этот метод практика из двух частей вот первую часть очень хорошо прекрасно применяют перед визитом к стоматологу особенно если вы боитесь особенно если зубки чувствительные и как мы работаем дальше еще с родом в мастер-классе по восстановлению силы рода я даю такую христианскую практику со свечами там надо церковные свечи будет приобрести и идет проработка до седьмого колена можно проработать отмолить своих предков потому что в нашем роду особенно если карма напряженная есть предки отверженные есть предки проклятые отверженные родом пропавшие без вести да вот эти наши предки с ними конечно же обязательно надо поработать я в этом мастер-классе даю такую специальную схему там где прорисована такая пирамида наших предков вы просто рисуете по данной схеме своих предков ну первых там кого мы знали там если уже родителей нет то родителей пишем если их уже нет в живых дальше бабушек дедушек но как правило имена мы знаем дальше мы имен уже не знаем не помним мы просто по этой схемочке там такие квадратики прямоугольнички и соответственно прописаны будут ваши предки до седьмого колена но для некоторых будет даже достаточно до четвертого колена проработать там я полностью даю эту практику как это сделать и это все делается постепенно не надо никуда спешить там вы берете там каждый день а может и не каждый день когда вам удобно делаете определенные действия и соответственно даже уже до четвертого колена поработал я это вижу по результатам клиентам и по своим результатам когда я проработала и соответственно сделала практику восстановления песни зубов плюс вот эту практику по восстановлению силы рода и энергетической пуповины у меня совершенно даже по другому у детей пошли дела да то есть у сына совершенно однако вот вообще денежная как дорога открылась очень такие пошли хорошие заработки как-то вот очень хорошо начался период хороший такой материальном плане и кстати не только в материальном потом я еще и стала бабушкой то есть и потомки потомки появились внуки которых очень долго ждали а вот до этого как-то не получалось поэтому вы знаете я поняла и на своем опыте и на опыте клиентов что это очень сильно работает и это делается вместе конечно желательно и практика восстановления силы рода и практика исцеления восстановления песни зубов рекомендую вам это приобретайте вы можете приобрести со скидкой и соответственно получить свои бонусы также от компании и применить это на себе также у вас будет возможность участия в закрытой группе там где уже люди приобрет которые ну пользовались сеансами да вы можете там задать свои вопросы лично мне и получить свой ответ на какой-то вопрос может связанный с практикой и желаю вам здоровья желаю вам процветания желаю вам счастья и благословения вашему роду до следующей встречи встречаемся также и будем говорить уже о костной системе именно о суставах поговорим о позвоночнике поговорим поэтому приходите приглашайте своих друзей подруг знакомых потому что темы важные которые практически никто не поднимает а они на самом деле очень влияют на наше здоровье и желаю вам исцеления омоложения в энергиях новой волны и до встречи всего доброго всего доброго и до встречи до встречи